Добрый день, коллеги. 11 часов, наверное, начнем. Меня зовут Дмитраченко Василий, проектный менеджер по телефонным решениям компании IP-MATIKA. С нами Дмитрий Нагорный, пресейл-инженер по телефонным решениям. И Заславский Виталий, руководитель отдела телефонных систем компании Sotel. Ну, кратко, сначала расскажу про нашу компанию IP-MATIKA, затем Дмитрий расскажет про телефоны, какие вы можете использовать в ваших проектах оборудование, какие кейсы, где их можно использовать. Далее я кратенько расскажу про проектную политику Ялинк, как Ялинк защищает ваши проекты и так далее. Ну и потом Виталий Заславский расскажет про компанию Sotel, про их решения и как они также помогают в наших проектах по телефонии совместно. Покажет также кейсы, которые уже были реализованы. Компания IP-MATIKA – это value-add-дистрибьютор телекоммуникационных IT и AV решений. Компания была основана в 2008 году. За последние годы темпы роста компании от 20 до 50% ежегодно. Штат компании насчитывает более 136 сотрудников. Основная наша специализация – это телекоммуникационные IT и AV решения, value-add и проектная дистрибуция. На данный момент в нашей компании насчитывается более 2000 партнеров различных. Это системные интеграторы, реселлеры, крупные дистрибьюторы, операторы связи и так далее. Наша компания не работает напрямую с конечными заказчиками. Мы работаем только через партнеров. Сферы применения нашего оборудования, наверное, можно перечислять практически до бесконечности. Это любые сферы. Это бизнес, госучреждения, медицина, контакт-центры и так далее. На это, наверное, нет смысла даже заострять внимание. Компания IP-MATIC является, который год уже является платиновым дистрибьютором на территории Российской Федерации. На данный момент мы единственный платиновый дистрибьютор компании Я-Линк. По итогам 2022 года к нам сейчас приехал вендор, находится на территории Российской Федерации, ездит по партнерам. Также у нас уже подтвердили. Вскоре будет у нас очередной сертификат платинового дистрибьютора на 2024 год по итогам 2023 года. Почему IP-MATIC, почему с нами работают партнеры, почему с нами удобно работать? Мы имеем огромный опыт по телефонии, это более 15 лет. Хорошо знаем этот рынок. Мы имеем полноценный сбалансированный портфель для телеком-проектов. Мы совместно с компанией Я-Линк защищаем инвестиции партнеров в проектах. Помогаем в подготовке проектных решений. У нас огромная команда пресел-инженеров, которая всегда готова вам помочь. Поддержка демо-оборудованием. Сейчас вещаюсь уже из нашего демо-рума. Вы можете всегда сюда попасть с заказчиками, показать им различные кейсы, различные сценарии по телефонии и другому оборудованию. Ну, как я говорил, демо-залы у нас сейчас открыты в Москве и Екатеринбурге. Планируется в Санкт-Петербурге до конца этого года уже будет открыт. Вот как раз и в Новосибирске. Высокоуровневая техподдержка, профессиональная локализация продуктов, особенно подпроекты крупные, это актуально. Мы меняем логотипы, коробки, прошивки и так далее. Обучение и сертификация. Доступ к складским остаткам компании IPMATIC в различных городах нашего присутствия. А также система B2B для партнеров, через которую наши партнеры могут не только посмотреть остатки, сделать заказ, но также теперь уже доступна регистрация проектов и другой функционал. Можете ознакомиться с нашей B2B. Компания Sotel и Ялинг, скажем, уже достаточно долгое время мы сотрудничаем и реализуем проекты совместно Ялинг с платформой RTU. В этом году опять компания Sotel подтвердила то, что оборудование Ялинг совместимо с их платформой и поддерживает весь функционал платформы RTU. Были реализованы такие уже, это часть только проектов, крупных, которые мы реализовали. Это Роскосмос, Новотек, МРСК Сибири, Росмортпорт и Лукойл. Лукойл сейчас на завершающей стадии этого года. Достаточно крупный проект, где мы заменяем CISCO оборудование, платформой RTU совместно с телефонами Ялинг. Телефоны различного формата, это не только обычные телефоны, телефонные видео, обычные телефоны DECT и так далее. Также поставляются гарнитуры и они все работают совместно с платформой RTU. Передам слово Дмитрию Нагорному. Он расскажет вам краткий обзор по телефонным решениям, которые вы можете закладывать в различные проекты и их кейсы используя, куда это можно закладывать. Дмитрий? Да, добрый день, коллеги. Я сделаю обзор наших телефонных линейок и расскажу о нескольких новинках на 2024 год. Компания Ялинг основана в 2001 году в городе Сямынь. До сих пор является одним из лидеров на рынке SIP-телефонов, EKS и так далее. Как мы видим по этому слайду, у них довольно большой инвестиционный бюджет в R&D-команду, что выливается в регулярное обновление прошивок, выпуск новых продуктов. Хороший и большой штат технических специалистов, и они всегда готовы оказать поддержку партнерам и конечным заказчикам в их проектах. Перейдем к нашим линейкам телефонов настольных. Здесь Т3 линейки, серия Т3, Т4 и Т5. Далее перейдем к базовой линейке, это серия Т3. Стартовая модель это Т30 и Т30П с черно-белым дисплеем без подсветки и одним SIP-аккаунтом. Также у модели с буквой P есть поддержка POE. Следующая модель это Т31. Здесь уже появляется подсветка, два SIP-аккаунта и две DSS-клавиши быстрого набора. Также есть разновидности без POE с мегабитным портом Т31, с буквой P мегабитный порт и POE, с буквой G это гигабитный порт и POE. Также в 2024 году в первом квартале ожидаем новинку Т31W. Здесь у нас будет уже встроенный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Следующая модель Т33 в разновидностях P, G и версия с Wi-Fi это Т34W, тоже первый квартал 2024. Здесь у нас уже цветной дисплей 2.4 дюйма, 4 аккаунта и 4 кнопки быстрого набора, на которые можно запрограммировать до 12 значений на трех страницах экрана. Также в версии Т34W будет встроенный Wi-Fi и USB-порт. В чем отличие третьей линейки от остальных? Это переключатель HOLO, то есть нет привычного рычажка отбоя, там он работает на датчике HOLO на магнитах. Улучшенный экран, поверхность устойчивая к царапинам и слот для замка. Далее переходим к линейке Т4, это средний ценовой сегмент. Стартовая модель это Т43U с черно-белым дисплеем с подсветкой на 12 SIP аккаунтов и 8 кнопок быстрого набора. Также у всей четвертой линейки присутствуют два USB порта, к которым можно подключить USB гарнитуры, флешки для записи разговоров, либо консоли расширения, о которых чуть позже скажу. Следующая модель Т46U, уже цветной дисплей, чуть побольше размера 4,3 дюйма, 16 SIP аккаунтов и 10 программируемых клавиш. И следующая модель, самая топовая в четвертой линейке, это 48U, уже большой 7-дюймовый дисплей, сенсорный. Также 16 SIP аккаунтов и 29 программируемых кнопок. Но в отличие от предыдущих моделей, кнопки не физические, а виртуальные на сенсорном дисплее. И далее переходим к новинкам тоже 2024 года. Мы ожидаем появления моделей 44U и 44W. Это нечто среднее между моделями Т33 и Т43. Здесь у нас дисплей 2,8 дюймов, 8 кнопок быстрого набора и 12 аккаунтов. Так же, как и в остальных моделях четвертой линейки, 2 USB порта. А в модели с буквой W встроены Wi-Fi и Bluetooth. Теперь поговорим о консолях расширения. Для четвертой линейки они называются EXP43. Интересная особенность — это адаптивный дисплей, который меняет цветность в зависимости от телефона, к которому подключается. Вот слева мы видим при подключении к черно-белому телефону. У нас дисплей консоли тоже черно-белый. Если подключаем к цветному, то становится цветным. Далее переходим к пятой линейке. Она у нас стартует с видеотелефонов. Здесь три модели T58W, T58W Pro и VP59. T58W имеет камеру, подключаемую камеру, десятисторонней смешанной конференции. Что такое смешанная конференция? Это конференция одновременно и с видеоучастниками, и с аудио. То есть у нас три участника с видео максимум, и семь участников с аудио могут быть в одной конференции. Следующая модель T58W Pro, она от предыдущей отличается только наличием в комплекте беспроводной Bluetooth-трубки, которая позволяет избавиться от мешающихся проводов в каких-то сценариях, и с этой трубкой, в принципе, в радиусе 15-20 метров от телефона свободно перемещаться и разговаривать. Хочу отметить, что обычную модель T58W можно превратить в Pro, просто докупив трубку. Контакты для зарядки трубки есть на всех моделях T58W. Модель VP59, она у нас самая топовая. Тут уже дисплей чуть побольше, на 8 дюймов. Есть поддержка Full HD видео и HDMI-выход для подключения каким-то терминалом или монитором, чтобы вывести картинку с экрана телефона. Также 16 SIP-аккаунтов, виртуальные программируемые кнопки и тоже 10-сторонняя смешанная конференция. Обычные телефоны пятой линейки, это T5353W, отличаются встроенным Wi-Fi в модели с буквой W. 12 SIP-аккаунтов, 8 программируемых клавиш. В принципе, похоже на 43U. Из отличий в пятой линейке, практически во всех моделях, подразумеваются встроенный Wi-Fi и Bluetooth, за исключением T53 модели. T54W цветной дисплей, 4,3 дюйма, 16 аккаунтов, 10 клавиш и 57W, сенсорный экран и тоже сенсорные клавиши быстрого набора. Аксессуары для пятой линейки – это CAM50, опциональная камера. Она идет либо в комплекте с 58W, с камерой называется комплект, либо можно купить просто обычный 58W и при необходимости докупить потом камеру. И у вас телефон становится видеотелефоном. Консоль расширения EXP50 – это для пятой линейки. В принципе, ничем не отличается от EXP43. Тоже 20 программируемых кнопок на трех страницах экрана. Всего можно подключить до трех модулей к одному телефону. То есть у нас получается 180 дополнительных номеров мы можем запрограммировать с помощью консолей. Далее перейдем к решениям для аудиоконференции. Первое решение – это два спикерфона CP700 и CP900. Они работают как по Bluetooth, так и по USB. Есть версия с донглом Bluetooth в комплекте, есть версия без донгла. Отличие 900 и 700 версий в количестве микрофонов. На 700 – это два микрофона, на 900 – шесть. Время работы одинаковое, но также отличается немного размер. Непосредственно конференция телефона CP925 и 965. 925 – это младшая модель, имеет у себя массив из шести микрофонов, сенсорный дисплей и операционная система Linux. Также поддерживается пятисторонняя конференция. В модели 965 уже массив из 12 микрофонов, операционная система Android и конференция десятисторонняя. Также у этого телефона есть поддержка беспроводных микрофонов CPW65, которые работают по DECT. Еще интересное решение у нас в портфеле – это USB-телефон MP50. Он предназначен для работы с UC-платформами, в первую очередь Skype for Business и Microsoft Teams, но также работает и с другими. Он просто подключается по USB к компьютеру, и им можно пользоваться как обычным телефоном, если кто-то привык, например, по трубке говорить ему так удобнее. Это будет хороший вариант для таких кейсов. Далее переходим к DECT-экосистеме e-Link. DECT-экосистему можно разделить на три раздела. Это сингл-сотовые DECT-системы, мультисотовые DECT-системы и оконечные устройства. Сингл-сотовые DECT-системы подразумевают, что трубки, то есть оконечные устройства, будут жестко привязаны к одной своей базе и не смогут бесшовно переключаться на какие-то другие базы, которые у вас есть. Первая модель — это W70B. Она поддерживает 10 оконечных устройств, 10 SIP-аккаунтов. На каждое устройство по два параллельных вызова. Также к этой базе можно подключить до шести репитеров, два из которых могут подключаться по цепочке. Репитеры позволяют увеличить зону покрытия базы. То есть в самой базе это 30-50 метров помещение. У репитера также. То есть мы, получается, в каждую сторону можем два раза увидеть покрытие. Конечными устройствами тут могут быть как DECT-трубки, конференции, телефоны, гарнитуры и настольные телефоны с донглом. Следующий вариант — это телефон линейки T5 с донглом DD10K. Что это такое? DD10K — это DECT-донгл. Мы его можем вставить в любой телефон модели T5, и настольный телефон начинает выполнять функционал DECT-базы. К нему можно подключить DECT-оконечное устройство. На один телефон можно зарегистрировать четыре таких устройства. Также поддерживается режим Master Slave, когда подключена одна трубка. Что нам дает, это возможность в нажатии одной кнопки переключиться между настольным телефоном и DECT-трубкой, не прерывая разговора. Переходим к мультисотовым DECT-системам. Мультисотовая DECT-система отличается от синглсотовых тем, что в мультисотовой возможность подключить несколько баз в одну систему, и в дальнейшем во время разговора или не во время разговора перемещаться между базами, и во время перемещения у вас трубка не будет терять ни регистрацию, ни активный разговор не будет прерваться. Это называется handover и roaming. Roaming — это перемещение не во время разговора трубки между базами, а handover — это перемещение во время разговора. И синхронизация — это собственный механизм, который позволяет корректно работать handover и roaming. Здесь у нас линейка начинается с модели W80, здесь на систему возможно подключить один DECT Manager, это управляющее устройство, которое сам не раздает DECT сигнал, до 30 базовых станций, которые уже непосредственно раздают сигнал, до 100 трубок и до 100 HIP аккаунтов. Внутри этой системы поддерживаются Handover и Roaming. Следующая модель это W90, уже более продвинутая. Для начала рассмотрим вариант с одним DECT Manager на систему, он на себе может поддерживать 60 базовых станций, 250 трубок, также Handover и Roaming. Из отличия от предыдущей модели внешних, хочу выделить антенны регулируемые, которые могут помочь увеличить зону покрытия сигнала в том или ином направлении, вплоть до 10-15 метров. Также у 90 модели есть интересная функция автоматическая синхронизация, которая позволяет нажать буквально одной кнопки, выстроить автоматически всю синхронизацию и не заморачиваться с этим вручную. Следующий вариант это уже крупное решение с помощью виртуального интегратора E-Link, сокращенно VIM. Он позволяет объединить в единую систему 10 DECT Manager в W90 и соответственно у нас количество баз и трубок в максимуме умножается на 10. Также поддерживается Roaming и Handover как внутри одного DECT Manager, так и между DECT Manager. Конечными устройствами тоже могут выступать любые E-Link-овские DECT устройства. Еще у нас есть измерительный комплект DECT. Мы его выдаем бесплатно нашим партнерам в тест, в зарегистрированные проекты с DECT. Что он позволяет сделать? Вы берете у нас этот DECT комплект, выезжаете на объект к заказчику и сможете скорректировать расположение базовых станций, чтобы покрытие DECT системы было полным, чтобы не оставалось каких-то слепых зон или зон с слабым покрытием. Из интересного, у нас в тестовых комплектах вложен внешний аккумулятор PowerBank и с помощью него вы можете проводить измерения даже на объектах, в которых не то что сеть не проложена, даже электричества нет. Это очень удобно. И оконечные DECT устройства. Начнем с W56H. Трубка с большим дисплеем, большим временем работы и разъем 3,5 мм. Следующая модель это W73H. На сегодняшний момент самая бюджетная, самая простая. Здесь дисплей 1,8 дюймов и также есть разъем 3,5 мм. Следующая модель W74H. Мы ее ожидаем в 2024 году, где-то в середине года. Отличие от W73H в встроенном Bluetooth и функции вибровызова. Модель W78H. Это более новый вариант трубки W56H. Тоже большой дисплей. Разъем 3,5 мм. Встроенный Bluetooth и вибровызов. Также у нас изменился дизайн по сравнению с W56H. Стал такой более темный, брутальный. Гордость компании E-Link. Трубка W59R со степенью защиты IP67. Ее можно применять в каких-то проектах, где конечный заказчик. Там какая-то автомастерская, склад, где трубка может попасть в воду, испачкаться, упасть. То есть защита IP67 позволяет трубке погружаться в воду на полчаса и после этого спокойно работать. Также она устойчива к падениям. Более простая модель W57R. Она для каких-то складов, например, где не настолько грязно. Тоже влага и полезащита, но не настолько серьезные. Телефон T54W с донглом DD10K сам может выступать как конечный DECT-устройство. Подключаться либо к базе, либо к мультисотовой системе, либо к телефону пятой линейки, который сам выступает как база. Для работы такого телефона нужна только розетка. Конференц-телефон DECT CP935W работает как по DECT-у, так и по Wi-Fi. Позволяет подключаться к ПК, как спикерфон, к смартфону через Bluetooth или через Type-C. Имеет встроенную батарею на 75 часов в режиме ожидания и 20 часов в режиме разговора. Это тоже хорошее решение для каких-то конференц-комнат, в которых либо проблемно, либо нельзя провести кабели. И насчет гарантии. У нас гарантия на четвертую серию 36 месяцев, на остальные телефоны аксессуары 18, спикерфоны гарнитуры 24 месяца и блоки питания аккумулятора 6 месяцев. Но несмотря на это, есть возможность платно расширить гарантию до 5 лет. Для расчета платной гарантии обращайтесь к своему менеджеру. Также у нас есть сервисные центры во многих городах России. Средний срок обработки заявки на сервис и на техподдержку – 3 дня. На этом моя часть всего. Передаю слово Василию. Да, коллеги, продолжу. Стараюсь кратко рассказать тебе, как E-Link совместно с IP-матикой защищает ваши инвестиции в проекты. И что вообще E-Link считает проектом? Проект – это E-Link делить на 4 таких основных направления. Это свое оборудование, гарнитуры регистрации подлежат от 5000 долларов в РРЦ. Телефоны, спикерфоны от 10 тысяч. Любая микрософтовая IP-дект-система, неважно, это от одной штуки, станция либо дект-менеджер всегда подлежит регистрации. Ну и программное обеспечение Y-DMP – это ПО для управления парком телефонов. И ВИМ, о котором Дмитрий рассказывал, система для управления дект-менеджерами большого количества, до 10 дект-менеджеров. Для того, чтобы зарегистрировать, ранее необходимо было заполнить такую Excel-форму, в которой было огромное количество полей, информации и так далее. Как я говорил ранее, у нас теперь появилась B2B-система, наши партнеры имеют возможность прямо из B2B-системы заполнить, зарегистрировать проект. Чем это удобно, информация о партнере сразу же вставляется в форму, вам нужно заполнить только информацию о проекте и конечном заказчике. Также вы можете поставить галочки, что вам необходимо там демо, необходимо регистрация, тестирование оборудования и так далее, различные под ваш проект. И данная заявка уже будет падать не как ранее там через менеджера проходило, и это были долгие ответы. На данный момент она будет сразу падать на project-менеджер, который сразу обработает эту заявку и отправит ее вендору. Поэтому пользуйтесь B2B, это будет гораздо быстрее, ваши проекты будут гораздо быстрее попадать на регистрацию. Какая информация основная, не буду заострять внимание, так как уже давно известно, это ННМ заказчика, спецификация, сроки. Сроки тендера реализации нам важны, потому что нам необходимо правильно планировать свой сток под ваши проекты. Информация о БТС, которая будет подключаться, форма закупки и так далее. Срок подтверждения проекта в Ялин до трех рабочих дней, просьба обратить внимание именно рабочих дней. Обновление информации вендор просит ежемесячно, и все проекты регистрируются только через дистрибьюторов. В каких случаях вендор может снять регистрацию? Если партнер зарегистрировал проект, но не пошел в тендер, вендор считает, что это грубейшее нарушение, и может за это снять регистрацию. Ну и также вендор, как я на предыдущем слайде говорил, просит обновлять ежемесячно, но если более трех месяцев нет обновлений по проекту, то вендор может закрыть проект. Не, безусловно, закрывает, но оставляет за собой такое право. Чем мы можем помочь вам в проектах? Это квалифицированная пресел-поддержка, помощь в отстройке конкурентов, расширенная гарантия, как сказал Дмитрий, до 5 лет, адаптация продукта под проектные нужды, кастомизация, спецпрошивки и так далее. То есть возможно создание ОМ-продукта под ваших заказчиков. Сервисные центры по всем крупных городах России, высокоуровневая техподдержка, обучение, вебинары, семинары. Мы также стараемся поддерживать складские запасы во всех наших региональных отделах продаж. Большой демофон, маркетинговая поддержка. Ну и по нашему, такой свод некий такой, большой свод правил, что нужно сделать, минимальный набор для того, чтобы выиграть проект. Зарегистрировать на ранней стадии потребность заказчика, даже если это еще не проект, просто какая-то задумка под заказчика, просто какой-то запрос, его лучше зарегистрировать. Потому что часто бывает, что партнер проработал с заказчиком, все сделал, но каким-то образом информация ушла к другому партнеру и, соответственно, кто-то зарегистрировал. Потом начинается долгий процесс оспаривания, кто же все-таки делал этот проект. Поэтому лучше сразу зарегистрировать и спокойно работать, понимая, что вендор защищает ваши инвестиции. Предоставить оборудование в тест, трехсторонняя встреча в шоуруме при необходимости. Мы можем, когда вы попадаете в наш шоурум совместно с партнером, наши преселы могут создать, здесь моделировать некий такой сценарий, который необходим заказчику. И вы уже воочию в нашем деморуме можете продемонстрировать решение для заказчика. Сформулировать правильное ТЗ для конкурса, согласовать сроки поставки, это тоже важно. Важный момент такой, если сроки будут очень сжаты и мы не сможем обеспечить вас необходимым количеством оборудования на складе, то проект может не состояться по этой причине. В свое время обновлять информацию, учитывая дедлайны производителей. На этом все. Передам слово Сославскому Виталию. Он расскажет вам более подробно про компанию Сотел и их платформу РТУ и другие их решения, которые они поставляют на российском рынке. Виталий. Спасибо, коллеги. Я расскажу про компанию Сотел, про решения, которые мы представляем, и в первую очередь про наше флагманское решение РТУ, российский телефонный узел, платформа унифицированных коммуникаций. Компания Сотел на рынке существует более 28 лет. Сначала мы были обычным системным интегратором, но в какой-то момент решили, что нам интереснее больше развивать собственный продукт, разрабатывать собственные продукты. И мы пошли в этом направлении. На данный момент в компании работает более 700 сотрудников. У нас имеются офисы в различных городах. Это Москва в первую очередь, Санкт-Петербург, наш старейший офис, офис в Нижнем Новгороде, который, собственно, является центром компетенции по платформе РТУ. А также имеются представительства и центры разработки в других городах. Ростов, Волгоград, Пермь, Новосибирск. Наша компания имеет очень большой оборот. То есть за прошлый год было подтверждено более 18 миллиардов рублей. И также некоторые наши продукты, и, собственно, наша компания постоянно участвует в отраслевых рейтингах и занимает в них высокие места. Ленинг собственных решений Сотел состоит из РТУ, о котором я сегодня буду рассказывать, то есть, собственно, платформы университетных коммуникаций, в экосистеме которого также имеется РТУ-Коннект. Модуль видеоконференции связи также может использоваться как отдельная система. Омниканальный контакт-центр атмосфера. Система голосовых помощников и чат-ботов ЗИЭКС. Компания ЗИЭКС, достаточно известная на рынке, входит в группу компаний Сотел. Имеется собственная система оперативно-диспетчерской связи. Также достаточно сильно известная на рынке компания ВизерЛаб входит в нашу группу. Это платформа интеллектуальной видеоаналитики, отслеживание наличия средств защиты для производства и многих других задач. Также имеется собственная интеграционная шина Энербаз, изначально разработанная для компании в сфере энергетики, но также мы ее применяем и в других решениях. Интеграционная шина, достаточно интересный проект, мы ее применяем в том числе и в университетных коммуникациях для интеграции решений от различных производителей с нормализацией информационного обмена между ними. Имеется собственная система институционных центров, институционно-аналитических центров, которая позволяет на производстве или в муниципальных нуждах снимать информацию с различных датчиков, прогнозировать аварии, прогнозировать последствия аварии, предлагать решения по их устранению в автоматическом и полуавтоматическом решении. Также имеется система управления мобильными бригадами «Ревизор» и хорошая мощная система мониторинга «Сова», которая используется многими нашими ведущими телеком-операторами. Это я вкратце просто упомянул, какие продукты у нас есть, а теперь расскажу о системе, точнее о целой экосистеме, ради которой, собственно, мы сегодня и собрались, которую мы анонсировали. Это «РТУ». Российский телефонный узел. Первоначально это, конечно, телефонная станция. На рынке существует уже очень давно, и за это время инсталированная абонентская база составляет уже более полутора миллионов абонентов. То есть «РТУ» – это не стартап. Это решение, которое существует уже практически 18 лет на рынке, установлено у сотен заказчиков, как у нас в стране, так и за рубежом. И за это время доказало свою надежность, гибкость и применимость в совершенно разных сценариях работы. Предназначено для построения высоконагруженных стендалон, то есть централизованных и распределенных сетей. Станции могут быть емкостью, ну, условно, там, от 100 абонентов и сотен тысяч, до сотен тысяч абонентов. И решать в зависимости от требований заказчика могут практически любые задачи. Система впервые была задумана в 2004 году, и первая коммерческая инсталляция была существована в 2006 году. Делалось это на базе компании, известной достаточно Мера. Потом это была компания МФИ-софт. А в 2016 году компания Сотел приобрела данный продукт, и уже на протяжении 8 лет его развиваем мы. Самое главное, что мы приобрели не только права на решение. К нам перешла вся команда разработчиков, архитекторов, которые с 2004 года развивали данный продукт. Поэтому полностью сохранилась преемственность, и центр компетенции в Нижнем Новгороде продолжает развитие. За это время был охвачен очень широкий рынок. Это рынок как операторов. К примеру, второй по размеру оператор фиксированной связи в России, РТЛИКОМ, почти полностью построен на решении РТУ. Это более, ну на самом деле, тут немножко устаревшие данные, более 70 узлов на данный момент уже, и более 600 тысяч абонентов зарегистрировано. Также мы реализовали много проектов для корпоративных заказчиков, для органов федеральной власти с выполнением требований 44-го федерального закона. Это в первую очередь, конечно, то, чем мы гордимся, проект Федеральной налоговой службы. Самый крупный проект на данный момент с точки зрения реализации на едином ядре, единой распределенной федеральной сети. Сеть спланирована и протестирована, нагрузочно протестирована на 165 тысяч абонентов. На данный момент приведено уже около 100 тысяч абонентов. Система показала свою надежность, устойчивость. Также в этой системе, кроме центрального ядра, установлено более полутора тысяч уносных выживаемых узлов, ну и система продолжает развиваться. Поскольку мы являемся, как бы, совершенно легальным решением, мы полностью российская разработка, о чем имеется соответствующая запись в реестре Минцифры, как отечественного ПО. Плюс мы имеем полный набор сертификатов, необходимых для реализации решений телефонной связи, то есть это УПАД для корпоративных заказчиков. В операционном сегменте это комбинированная станция, международный и международный узел. И, соответственно, мы выполняем все требования СОРМ, которые предъявляют компетентные органы, включая закон Яровой. Мы считаем наше решение достаточно полноценным конкурентом таких иностранных вендоров, как Cisco, Avaya, Unify, Alcatel это в части Телефонии, в части Unify Communication, Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business. И с точки зрения контакт-центров это вполне достойная замена Генезису. Да, понятно, что мы сейчас с этим сталкиваемся, заказчики присылают свои ФТТ, RFI, ориентируясь на то решение, ну, в рамках импозамещения это обычно происходит, то решение, которое установлено у них. Чаще всего это бывает Cisco, Avaya. И когда эти требования смотришь, вот так хочется сказать, коллеги, вы поймите, не бывает двух абсолютно идентичных решений. РТУ это не российская Cisco, не российская Avaya, это решение не хуже, это решение в чем-то даже лучше, мощнее, функциональной. Да, какого-то функционала у нас может не быть, но даже если сравнить Cisco и Avaya, это не идентичные решения. И если подойти с требованиями, взятыми от Cisco к станции Avaya, она тоже не будет им соответствовать. Поэтому мы всегда готовы с заказчиком общаться на эту тему, объяснять, но в то же время замечу, что мы всегда готовы и делаем это постоянно. Мы дорабатываем нашу систему под требования конкретных задач, под конкретные проекты заказчика, когда есть какой-то функционал, которого у нас по той или иной причине на данный момент отсутствует. И мы реализовали уже много таких проектов, особенно это вот за последние два года, когда особенно активно пошла политика импортозамещения. Очень много нововведений в нашей системе было добавлено. На данный момент R2 представляет из себя, как я уже сказал, не просто телефонную станцию, это целая экосистема, которая решает различные задачи. Понятно, это работа с голосом, в этом мы традиционно сильны. Мы работаем с видео, как с звонками точка-точка, так и с организацией видеоконференций на сотни одновременных участников. Имеются у нас собственные программные приложения, которые полностью интегрированы в структуру станции, программные приложения для мобильных телефонов, операционных систем, Android и iOS, и также дистопные приложения для работы на персональных компьютерах. Эти дистопные приложения поддерживают в том числе и работу в качестве мессенджеров, чата обеспечивают, ну и собственно аудиозвонки, видеозвонки, работа с корпоративными записными книжками и так далее. Имеется у нас, как я уже сказал, собственная система диспетчеризации. Вообще мы себя позиционируем, конечно, как разработчиков ПО, в первую очередь. Но у нас есть собственная аппаратная разработка, это разработка диспетчерского пульта. Полностью российская, разработана у нас в центре R&D в Санкт-Петербурге. Изначально создавалась под ТЗ энергетиков, но может быть применена также и в других сферах. Как я уже упоминал, у нас имеются собственные чат-боты интеллектуального VR, имеется собственная система распознавания речи и голосовой аналитики и собственный контакт-центр. Кратко расскажу о компонентах R2. У нас имеется собственный транзитный телефонный узел, собственная опорная абонентская станция, которая выполняет роль УПАЦ. Это УПАЦ имеет модули выносных выживаемых узлов, называемые МИКРТУ. Также имеется собственный веб-портал виртуальных АТС, потому что, собственно, МОА, модуль обслуживания абонентов, может иметь доменную структуру и разбиваться на разные виртуально независимые АТС, у каждого из которых может быть собственный оператор. Это применяется, например, в корпоративных сетях распределенных, когда существуют филиалы, и в рамках единой АТС администраторы этих филиалов имеют возможность настраивать свою часть, не обращаясь за помощью к персоналу центрального ядра. Как я и сказал, имеется собственный контакт-центр с чат-ботами. Имеется модуль видеоконференц-связи Messenger RTL Connect собственным программным клиентом. Да, программный клиент у нас на самом деле сейчас два. Имеется программный клиент МОА, модуля МОА. Если вам не требуется установка модуля видеоконференц-связи от Connect, то может быть программный клиент и у МОА собственный. Либо устанавливается RTL Connect, который может, его программный клиент может работать одновременно и с видеоконференциями, и собственно с абонентским телефонным модулям. Как я уже сказал, RTL MOA это полноценная абонентская станция, УПАЦ, имеющая соответствующие сертификаты, имеющие очень большой набор различных дополнительных видов обслуживания, различных функционалов, который накоплен за 16 лет существования системы 5 класса. Это и достаточно мощная система маршрутизации. Это регистрация абонентов, как я уже упоминал, реальный проект, это 165 тысяч абонентов в одной системе. Но при этом это может быть и маленькая станция, 100-200 абонентов. При этом ресурсы, которые закладываются под систему, они постепенно наращиваются в зависимости от необходимой емкости и производительности. Нет необходимости сразу разворачивать какое-то мощное аппаратное ядро. MOA имеет собственную интегрированную запись разговоров, имеет собственную систему IVR, мощную, хорошую, легко настраиваемую. У нас очень хорошо проработана сейчас эта актуальна функция автопровиженинга, то есть автоматической настройки оконечного оборудования, телефонных аппаратов различных производителей. И многое-многое другое, много функционала в этой системе имеется. Но понятно, когда имеешь такую долгую историю развития, то даже вот только действия по требованиям заказчика можно получить очень насыщенный, богатый функционал. Модуль транзита, трафика, ММТТ, он больше применяется, конечно, в операционских сетях. Он может становиться как отдельно, так и в комплексе с РТУ-МО, расширяя его возможности. В первую очередь это функционал работы с сигнализацией ОКС-7. Во-вторых, система маршрутизации там еще более мощная, чем модуль РТУ-МО. Чаще всего в корпоративных сетях такие возможности не требуются, поэтому этот модуль как бы является отдельным, устанавливается по необходимости. Но при необходимости вместе с РТУ-МО они могут составлять единую станцию. За время существования системы накоплена поддержка очень большого количества сигнализаций кодеков протоколов. В первую очередь это, конечно, СИП. Во всех его вариациях, приложениях СИП-транк, СИП-абоненты. В то же время мы поддерживаем и протокол H-323, опять же, стандартный H-323 и как транки, и как абоненты. Это может быть не так актуально, но когда существует задача перехода с старого оборудования на новое, на РТУ, зачастую приходится стыковаться со старыми АТС, ну, например, с той же АВАИ, именно по H-323 протоколу, что могут обеспечить далеко не все наши конкуренты. Очень большой набор кодеков, и кодеков-аудиокодеков, и видеокодеков. Также мы обеспечили поддержку собственных протоколов некоторых иностранных вендоров. В первую очередь это поддержка протокола CISCO-SKINI-SCCP, NARTEL-UNISTIM и некоторых других. Микро-РТУ, как я уже упоминал, это выносной выживаемый узел, устанавливается в удаленных филиалах, штатно работает как просто шлюз центрального ядра, это часть центрального ядра, это не отдельный АТС, и управляется из интерфейса центрального ядра, поэтому не требует отдельной настройки. Штатно работает просто как шлюз, как точка регистрации локальных абонентов, локальных соединительных линий, если они есть, но в случае потерь связи с центральным ядром, автоматически переходит в режим мини-АТС, обеспечивает локальный трафик и проверяет наличие ядра. Как только связь с ядром восстанавливается, автоматически переходит в режим шлюза, становится опять частью единый АТС. РТУ и микро-РТУ могут устанавливаться на любые аппаратные сервера 86-й архитектуры, также может устанавливаться на виртуальные машины, у нас есть кейсы с установкой на различные виртуальные среды, начиная от ВМВА, КВМ, Хиперви, наши отечественные, Аксентос, Брест и многие другие, OpenStack, ну тут можно долго перечислить, поэтому, пожалуйста, это все зависит от пожелания конкретного заказчика. Также есть у нас опыт интеграции АТС АГАТ СЮ в качестве выносных выживаемых узлов в нашу общую систему РТУ. У нас с компанией АГАТ технологическое партнерство, и мы обеспечиваем данный функционал, и они тоже, конечно. Схема построения достаточно стандартна для соцсвечей подобного класса, то есть это установка в нескольких ЦОДах, обычно это основной резервный, в случае выхода одного из строя, второй подхватывает работу и обеспечивает бесперебойную работу системы, может быть и больше таких ЦОДов, но у нас обычно больше трех не бывало, потому что это уже даже избыточное резервирование. Абоненты соединительной линии регистрируются либо на центральном МЭДе, либо на уносных выживаемых узлах. Подключение классических телефонных интерфейсов осуществляется через соответствующие модули шлюзы, это FXO, FXS, E1. РТУ-Коннект это, как я уже сказал, модуль, обеспечивающий видеоконференц-связь, может одновременно участвовать сотни участников, имеется динамическая настройка полосы пропускания, работает в режимах SFU, и сейчас у нас на тестировании находится также собственный MCU. Система РТУ-Коннект может работать как самостоятельно, так и в комплексе с РТУ, с телефонной станцией. РТУ-Атмосфера – умниканальный контакт-центр, мощная система, может применяться для разных задач. На данный момент топом нашим проектом является организация Федерального контакт-центра Социального фонда России. Там более тысячи одновременно работающих агентов, работа с базой знаний, с голосовыми ботами, с чат-ботами, система распознавания речи. Система, соответственно, совместима с различными производителями. В первую очередь мы рекомендуем использовать наших партнеров телефоны Eolink. Для мини-сотовых систем часто мы применяем как Eolink, так и системы GIGASET и других производителей. Пожалуйста, можно использовать оконечное оборудование, работащие по стандартным протоколам SIP, по стандартным протоколам H323, ну и по некоторых протоколам собственных иностранных вендоров. Дезюмируем. У нас у системы РТУ отсутствие ограничений по емкости абонентской сети. Это могут быть АТС небольшой емкости, 100-200 абонентов, и единые системы, распределенные географически емкостью до 200 тысяч абонентов и больше. При этом производительность системы, вот для того же ФНС мы делали нагрузочное тестирование, система показала 32 тысяч одновременных соединений. И это был еще не предел. Поддержка парка существующего оборудования, надежность операторского уровня, потому что изначально система создавалась для операторов, а для них потеря каждого звонка – это потеря денег. Очень большой набор функционала, кодеков, протоколов, сигнализаций для абонентов и для соединений с другим оборудованием. Круглосуточная техподдержка, собственная разработка, русскоязычный интерфейс, русскоязычная документация, очень большое количество осуществленных инсталляций подтвержденных, большое количество партнеров. Ну, реализованные проекты, основные, топовые, я упомянул уже в своем рассказе. На самом деле, их, конечно, гораздо больше, как у нас в России, так и за рубежом, как на пиратском рынке, так и на рынке корпоративных коммуникаций. Кстати, спрашивают, вот за рубежом вы говорите, а что? Вот самый такой вот яркий пример, наверное, можно привести из известных. Это система Viber Out, то есть связь Viber с сетью общего пользования. Это работает с РТУ. Поэтому, еще раз резюмирую, система давно производится, имеет сотни подтвержденных инсталляций, надежные, многофункциональные и может применяться для решения совершенно различных задач. Спасибо, если есть вопросы, я сейчас буду на них отвечать. Не появилось видение совместного будущего РТУ и РТУ Connect, с чем, чтобы пользователю предоставить неразнознанные сервисы, а сервисы именно инвестиционных коммуникаций. Видение есть. На данный момент у нас организовывали, наконец-то разработали на коннекте SIP-стык, который позволяет стыковать как с РТУ, так и отрез других производителей. У нас единый клиент, который работает и с коннектом, и с РТУ-телефоном. У нас сейчас, ну, начинается, условно говоря, разработка интеграции более плотной РТУ-РТУ Connect. Честно говоря, пока там борются два видения, это будет либо интеграция по АПИ, через ту же шину нашу, интеграционную шину, либо все-таки будет использован собственный нуль-протокол, который на данный момент служит для интеграции РТУ-МО и РТУ-ТТ. Окончательного решения не принято, но есть подозрение, что все-таки склоняться к интеграционной шине как к более универсальному решению, которая позволяет любой из элементов вот этой общей Unified Communication инфраструктуры в любой момент заменить на решение другого производителя, если заказчик будет что-то не устраивать функционально. РТУ-ТТ – это SBC или соцсвит четвертого класса? РТУ-МО и РТУ-ТТ – это соцсвит четвертого класса с функциональностью SBC. То есть мы не заявляем, что это вот совсем SBC, SBC, там аналог какого-нибудь Орока Лакме, но там достаточно много функционала, которые зачастую относят к функционалу SBC. Это в первую очередь преодоление барьера адресной трансляции, это защита от попыток регистрации, это защита от нарастания трафика по направлениям, это достаточно в минимальной степени, но все-таки манипулирование заголовками не так вот как в полноценных больших SBC, но некоторый функционал есть. Это транскодинг в любых направлениях, это преобразование протоколов в любых направлениях. Но вот чтобы сказать, что МТТ – это SBC, SBC полнофункциональный, ну нет, мы такого стараемся не говорить. Но во многих случаях он может использоваться, мы используем его именно как SBC. Выносим в ДМЗ, и он этот функционал выполняет. Насколько портов будет MCU, честно говоря, не знаю. Нам обещали в январе выдать окончательную версию, пока мы его так тестируем, гоняем. А вот что будет в коммерческом релизе, я, честно говоря, не очень этого знаю. Это у нас за коннект отвечают люди другие, другое направление считается. На все вопросы вроде бы я ответил, которые были в чате. А если есть еще вопросы, готов ответить? Если нет, тогда передам слово. Коллеги, всем спасибо за участие. Еще хотел, наверное, добавить из себя, что все понимают, что у нас сейчас идет направление, все хотят торг, все хотят российское производство, особенно это в государственных заказчиках. Да, мы знаем, что уже появляются у нас российское производство телефоны, мы это знаем, но они далеко не покрывают весь функционал, который необходим заказчику, это обычный телефон. Поэтому наши партнеры закладывают в проекты такие вот санкции, как РТУ, она есть в списке производителей российских, и к ним же добавляют наши телефоны. И если, ну, как вы знаете, если данного оборудования нет в списке, который закрывает потребности, то можно поставлять оборудование так называемых сейчас из дружественных стран, из которых и Ялин, да, это китайский производитель. Поэтому давайте реализовывать наши проекты совместно с платформой РТУ, совместно с Отелом и телефонами Ялин. Всем спасибо, что приняли участие. Всем поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо, коллеги. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин